Что посеем, то и пожнем. В Акмолинской области стартовала весенняя посевная кампания. Техника готова, семена закуплены, и значит, говорят фермеры, работа закипит. В этом году области для посевной выделено более трех миллиардов тенге бюджетных средств. Насколько сами аграрии готовы к жаркой поре, расскажет Дмитрий Кривицкий. С раннего утра и до захода солнца посевная в области идет полным ходом. Большую часть земли, а это более четырех с половиной миллионов гектаров, засеют зерновыми. Чуть меньше площадей отведено под масличные культуры. Часть полей под картофель и другие овощи. Область в практически полном объеме обеспечена семенами. Засыпано 521 тысяч тонн семян. Имеется резерв семян, в элитных семенах около 14 тысяч тонн элитных семян. В этом году удалось почти наполовину обновить парк сельскохозяйственной техники. В большинстве хозяйств сегодня также применяются влагосберегающие технологии. Сельскохозяйственной компанией мы начали готовиться с окончанием уборки урожая. Мы работаем уже несколько лет по влагоресурсосберегающей технологии. Мы осенью на 10 тысяч гектаров из 14, то что мы планируем в этом году посеять, мы провели щеливание. Зимой, как бы там туго не было, мы провели почти полтора следа снегозадержания, нарастили снег. Сегодня это радует. Провели полностью закрытие влаги, поля все подготовлены. Чувствуется поддержка правительства сельхозтоваропроизводителям, забота о сельхозтоваропроизводителях, потому что разрабатываются программы. Нам оказана помощь через приобретение субсидированных минеральных удобрений. Мы в этом году приобрели 32 тонны минеральных удобрений. Чтобы поля принесли хороший урожай, необходимо завершить все работы до конца мая. Фермеры говорят, успеют. Техника в исправном состоянии, горючие по льготным ценам, удобрений и семян достаточно. Дмитрий Кривицкий, Мируэрт Палмаханова, Евгений Шинкаренко, Хабар, Акмолинская область. Выращивайте овощи и фрукты. Круглый год на такой режим работы переходят земледельцы Южно-Казахстанской области. В регионе уже действуют сотни теплиц, половина из которых в Сарагашском районе. И главное, площадь парников продолжает расти. Государство активно поддерживает крестьян. Рассказывает Татьяна Напольская. Всю жизнь Рахматулла Тургумбаев выращивает овощи. Он считал, что владеет этим искусством в совершенстве. Но в прошлом году понял, надо снова учиться и построил теплицу. В январе с волнением высадил рассаду и сейчас собирает первый урожай. Теплица площадью в 43 сотки обошлась крестьянину в 140 тысяч долларов. Но траты не пугают. Рахматулла Абдулаевич подсчитал рентабельность. Каждый из тысячи кустов дает сейчас по 4-5 килограммов плодов. 40 тонн я беру. Средний, если минимум по 1 доллар я сдам, 40 тысяч долларов. Это каждый год два раза, если вот это урожай возьму, это за два года я все окуплюсь. Кроме того, государство предоставляет сельчанам хорошие субсидии. 1 миллион 300 тысяч тенге на гектар. Это с лихвой покрывает затраты, поэтому и растут теплицы в Сырогашском районе, как грибы. Было запланировано за год построить парники на 10 гектарах, но уже построили на 14. В прошлом году, если мы субсидии получили на 107 миллионов, в этом году на 180 миллионов хотим планировать. То есть документы подготавливаются, есть свои условия. Капельное решение там должно быть, все инфраструктуру должно быть входить. На сегодняшний день более 200-2,5 тысячи человек работают в тепличном хозяйстве у нас в районе. В прошлом году заплатили налог в 14 миллионов тенге. Сейчас в районе работают около 800 теплиц. За год в них вырастет 15 тысяч тонн помидоров и около 3 тысяч тонн огурцов. У нас 2,5 гектара сейчас в данный момент. Огурцы и помидоры посадили. Здесь мы хотим еще дальше расселяться, потому что у нас сейчас спрос много. Мы основные товары отправляем на север. Урожай в теплицах соберут до 1 июня. К этому времени из пафету примут открытые поля. Уже начинает поспевать ранняя капуста и клубника. Через 2 недели пойдут помидоры и огурцы. Через месяц картофель и так до новых урожаев в теплицах. Кстати, уже готовые овощехранилища и картофель, выращенный на пяти сотнях гектаров, заложат на хранение, что позволит повлиять на цены в межсезонье. Татьяна Напольская, Нурмахан Мусатов, Хабар, Южно-Казахстанская область. В Астане подвели итоги конкурса, приуроченного к юбилею независимости страны на лучшую общественную приемную партии Нур-Утан. Оценивалась работа всех 257 общественных приемных партий. Какие из них быстрее и эффективнее рассматривают обращения людей, узнали наши корреспонденты. Победитель конкурса поздравил первый заместитель председателя партии Нур-Утан Урлан Нигматулев. Он подчеркнул, что эффективное реагирование на проблемы людей и активная работа общественных приемов первостепенно задача, которую перед партией поставил глава государства и ее лидер Нур-Султан Азарбаев. Грам-при конкурса получил общественное приемное Астанинского городского филиала. Первое место у Павлодарского областного филиала, второе завоевали южно-казахстанцы и третье кустанайцы. Работа общественных приемных партий является своеобразным индикатором социального состояния общества. И не случайно главой государства уделяется особое внимание этой работе. С каждым годом в общественные приемные Нур-Утана приходит все больше казахстанцев. В прошлом году количество обращений достигло 78 тысяч. Выслушать, разобраться в проблеме и помочь в специальные дни здесь готовы депутаты и госслужащие. Лучшими по итогам конкурса стали приемные, которые быстро рассматривают обращения и активно сотрудничают с госорганами. Нынешний конкурс показал, что есть у нас еще проблемы, на которые нам работать. Естественно, конкурс не только о достижениях наших, но о том, чтобы нам исправлять эту работу. В связи с этим, мы отмечая 18 лучших общественных приемных, мы говорим о том, что мы будем и дальше работать. На чем предстоит работать, обозначил Нурлан Нигматуллин. Приемы граждан по самым актуальным вопросам должны проводиться чаще. Их решение контролироваться, а результаты освещаться журналистами. Ирина Алейк, Кристина Мацалак, Махмуд Сурбаев, агентство Хабар, Астана. В Шенгенте стартовал фестиваль «Независимость. Моя гордость», посвященный 20-летнему юбилею независимости Казахстана. Он проходит в центре города на открытой сцене сквера Шумши-Колдаякова. Дважды в неделю, каждую пятницу и субботу по вечерам регионы Южно-Казахстанской области будут состязаться здесь в творчестве. Одним из первых культурную эстафету вступил Байдибекский район. Вниманию горожан были представлены две выставки. Изделия старинных мастеров из экспозиции районного музея соседствовали с произведениями современных художников и ремесленников. А на сцене в это время выступали музыкальные коллективы. Юные актеры показали сценки из народной жизни, ознакомя зрителей с дневника с древними традициями и обычаями. Фестиваль продлится до 1 июля. За это время каждый из 16 регионов области должен продемонстрировать свои лучшие творческие достижения. Победители примут участие в галоконцерте. Я уверен, что у этой молодежи, которая появилась сегодня на малых сценах в своих городах и аулах, большое будущее. Их талант сделает их звездами, такими как Алибек Мишев и Роса Рамбаева. Во всех отраслях наш район сегодня движется вперед и в социальной сфере, и в спорте, и в культуре. Люди хорошо живут, потому и настроения у народа приподнятые. И все это достижение нашей независимости. 120 юношей и девушек дебютировали на третьем благотворительном балу в Алматы. В этом году организаторы планируют собрать средства в размере 7,5 миллионов тенге, которые будут направлены в Восточно-Казахстанскую область. Подробности в репортаже о Делено Рузовой. Красная дорожка, лимузины, парад вечерних нарядов, вспышки фотокамер. Благотворительный бал уже заслужил репутацию самого гламурного события в культурной жизни Алматы. Но организаторы подчеркивают, что цель бала – собрать средства в поддержку программ ЮНИСЕФ в Казахстане. Деньги, вырученные от продажи билетов на бал, будут направлены в помощь детям с ограниченными возможностями из Восточно-Казахстанской области. Сколько соберем? Мы объявляли сумму в районе 7,5 миллионов тенге. Я думаю, все у нас получится. По традиции бал открыли 60 пар дебютантов. Первый танец – полонез. Девушки в белоснежных бальных платьях, юноши во фраках и военной форме. По словам дебютанта Алишера Каримова, это только на первый взгляд кажется, что представителям сильного пола легче, чем дамам. На самом деле приходится просчитывать в уме каждое движение. Волнуюсь, очень волнуюсь, забыть движение. Тем более, что я стою первый, и на меня возлагается такая большая ответственность. Волшебство чувствуется. Вот сейчас я поверил, что действительно волшебство есть. Потрясающе. Каждый год бал посещают мировые звезды, и этот раз не исключение. Почетными гостями бала стали итальянский тенор Робертина Лоретти, оперная певица и международный посол доброй воли ЮНИСЕФ Мария Гулегина, солистка Новосибирского государственного академического театра оперы и балета Альфья Каримова. Государственным симфоническим оркестром Казахстана управлял знаменитый дирижер Мариус Стравинский. По словам организаторов, теперь в нашей стране будут проходить два благотворительных бала весной в Алматы, а осенью в Астане. Аделина Рузова, Эльвира Тагай-Кузе, Мелики Умаров, Агентство Хабар, Алматы. И от новостей культуры к спортивным событиям в Таиланде завершился Азиатско-Тихоокеанский чемпионат по карате Годзюкай. К нам присоединилась наша коллега Аня Байуразова. Добрый вечер. Добрый вечер, Аня. Какие результаты у нашей сборной? Сборная Казахстана завоевала на этом турнире 8 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей. С чем мы их поздравляем и гордимся. Другие новости спорта через пару секунд.